Книга открытым оком том 12 вопрос 2693 тема старообрядцы современное общество практически ничего не знает о старообрядцах и при том что когда-то говорят строго мы все были ими если бы старообрядцы сами о себе активнее заявили возможно все было бы по другому ответ если бы старообрядцы сами о себе активнее заявили возможно все было бы по другому заявляли да если бы старообрядцы сами о себе активнее заявляли возможно все было бы по другому благодарю Отвечает старообрядческий митрополит Андриан. Отступает от Христа. Происходит то, что мы зовем обмерщением. Соответственно, церковь все более сжимается. Но мы открыты для всех. Что касается политической составляющей, то, конечно, здесь ситуация во многом зависит от предстоятеля. И мое понимание в этом вопросе отличается от понимания моего предшественника. Я считаю, что у нас должно быть более близкое и свободное общение с государственными руководителями разных органов, с благонамеренными разных рангов, с благонамеренными деятелями в различных направлениях общественной жизни, в том числе и культурных, и деловых, коммерческих. Я думаю, что нам и контакты с иноверцами вреда причинить не могут. Напротив, способны смягчить взаимные проблемы и претензии. Тяжело сознавать, что о нас складывается представление, как о закрытых, подозрительных, даже темных людях. Здесь все-таки не наша вина, а тех, кто желал, чтобы мы вообще исчезли. Комментарии Игнатия Тихоновича Лавкина. Наивная душа. Если ближе познакомятся люди со старообрядцами, то они найдут там залежи и нетронутые терриконы, злобы и дикой ненависти к любому инакомыслию, и особенно к Библии, к переводу Библии синодальному. Выходит, что капитан не знает своего корабля и своей команды, потому он обречен или примет условия и правила жития своей паствы. 350 лет староверы понимают жизнь так, как понимал ее Олимпий, а не Андриан. Книга пророка Иеремия, 15-19. На сие так, сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста, они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. Русскому церковному расколу 350 лет. Великим постом в марте-апреле 1654 года на церковном соборе в Кремле царь Алексей Михайлович и патриарх Никон провозгласили начало книжной расправы. Исправление ошибок в богослужебных книгах, которые разделило русских уже всяких войн и нашествий. С тех пор и по сей день староверов или старообрядцев представляют закрытой и крайне консервативной религиозной группой. В феврале на соборе в Москве был избран новый представитель старообрядцев, вместо усопшего в канун Нового года митрополита Олимпия занял митрополит Андриан.